Я вам скажу сейчас крамольную вещь, но никто, ни режиссер, ни продюсер, ни тем более артист, не понимает, как это получится. Ты можешь думать, что это потрясающе, я тут играю вообще, бомба там, а это такое говно в конечном итоге. Или ты думаешь, господи, что мы делаем, это же невозможно просто, ну это же просто, это просто такая борода, вообще что это? Такой, раз, результат такой, ни хрена себе, а почему так получилось? Оу, всем привет, это Куджи подкаст, слушайте наши аудиоподкасты, ниндзя и прослушка на всех платформах, на которых есть аудиоподкасты. Мы готовы? Да я вообще всегда готов. Ну что, тогда начинаем. Э-э-э, это Куджи, и сегодня у нас в гостях... Ты, блин... Сегодня особенный день, спустя 13... Чувак, вот всегда можно понять, когда пришел к тебе твой друг, ну человек, которого ты хорошо знаешь, ты по-ебаному начинаешь подкаст просто. То есть, когда Шульман какая-нибудь, ты такой, здрасте, Екатерина, вот так, что там, давайте поговорим. Куджи! Конструктивно, Андрей. Прости, прости. Твоя критика конструктивная. Как всегда. Я не знаю, когда делать, когда к нам в подкаст приходят друзья. У нас в гостях Андрей Бурковский. Андрей, как ты? Здрасте. Здрасте. Здорово. Супер. Бомба. Бомба. Они делают подкасты в квартире, в центре. Хорошо, тогда я тоже раскрою секрет, когда я договаривался с Андреем, чтобы он пришел к нам в подкаст. Во-первых, мы встретились на «Где логики» спустя 10 лет. Мы с Андреем очень хорошо дружили. Потом наша дружба перетекла в приятельство, потому что мы были увлечены собственными жизнями. Так бывает. Так бывает. Потом мы встретились на передаче «Где логика». Лучший способ, чтобы ваша жизнь перешла в приятельство, это чтобы в одной структуре работали. Как только ты в Москве начинаешь в одной структуре с человеком работать, достаточно большой, например, в Сбере. Все, вы не видитесь годами. Но мы не работали в одной структуре. Нет, вообще нет. Мы никогда не работали. Никогда нет. Мы дружили во времена КВН. Потому что мы играли в одно время. Потому что... Это было практически в другой жизни. Это было давно. КВН, да. Я тут недавно ходил на ЖУФАК МГУ и пытался... Там у них есть такая история, что они снимают тестовую передачу. Ну, потому что там четверокурсники, они учатся на тележурналистов. Вот. И у них такое, типа, курсовое задание. Они собираются вместе и снимают передачу. Вот. У них там есть камеры, все по-настоящему. Там ведущая, она задает вопрос. Есть массовка, есть люди, подготовившие вопросы. И все. Это такое прям... Про тебя они делают видеонарезку. В целом такая вот любопытная история. Там вот в какой-то момент я прям им что-то стал рассказывать про КВН. И я такой... Они так на меня смотрят, типа, дед, ты что вообще? Какой КВН? Ты что? Вот. Ну, хорошо, да. Не-не-не, подожди. Подожди. А, я продолжу сначала. Я тоже знаю, что у тебя хорошо дела. Потому что, когда я у тебя спросил, есть ли у тебя менеджер, ты мне ответил, у тебя два менеджера. Да, это так. У меня два менеджера. Они как? Ты их как-то чередуешь? Есть агент, а есть директор. А, понятно. Но знаешь, как я... Агент занимается кино, директор занимается всем остальным. Знаешь, как я понимаю, когда люди приходят к нам на подкаст, что они к нам приходят как к своим, когда они приходят без агентов. И помощник. Видишь, ну, я всегда, на самом деле, прихожу без директоров, агентов. В очень редких случаях. Например, на рекламу. Я всегда прихожу с директором или с агентом, потому что там нужно быть обязательно с каким-то человеком, который должен от тебя подойти и сказать какие-то слова. Нормально. Сегодня мы спорили с пацанами. Сегодня так как проскочила новость о продаже КВНа. Ты читал ее? О закрытии. О закрытии КВНа. Да, это база написала. Ну, это типа... Ну, где-то это было, не знаю, желтуха это или нет. Да, там историю, что нет прибыли у высшей лиги. Она так называется КВНВЛ. И типа ее хотят закрыть. Да, да, да. Но так как мы все играли и так прочее, наш разговор вышел на то, кто лучший, кто лучший КВНщик. Вот за эти 50, сколько КВНа лет? Ну, больше 50. Ну, да, по-моему. За это время кто лучший КВНщик? Ну, учитывая... Вот именно давай возьмем туда... Нет, смотри, но учитывая того, что я реально 10 лет не смотрел КВН, пусть только мы с тобой закончили. Ну, я, конечно, утрирую, да, там, ну, когда-то что-то это. Но это серьезный вопрос? Да, это серьезный вопрос. Мы серьезно сегодня с Нурланом, с Белым и с Азаматом. Не, ну, так, конечно, так, именно КВНщик, да? Именно кто лучший КВНщик? Вот именно в КВН, в КВНе, да? В КВНе лучший КВНщик всех времен. Я думаю, Миша, я думаю, Миша. Ты. И, 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 и... Я не сказал самый популярный, ты. Да, да, да. Не, скажи, Миша и Нурлан, я бы сказал. Нурлан не КВНщик. Как? Нет, нет, кто играл в КВН, в золотое время КВН? Миша, да, из той эпохи. Кто еще? Ты, по-твоему? Азамат еще? Нет. Почему? Ну, мы все пришли, мы все... А, из той эпохи? Вообще, вот за все 50 лет, да. Мы пришли к выводу, что лучший КВНщик, это Гарик Мартиросян. Вот если... Ну, я, наверное, с тобой соглашусь, именно если слово такое КВН, веселый и находчивый, то это Гарик, конечно. Да, веселый, находчивый, безумный, вообще... Да, это Гарик. Ну, хорошо, мне сложно возразить, потому что никто в голову не приходит сразу, знаешь. Типа, у меня же в голове... Скажи Масляков. Нет, у меня в голове, они же запоминаются какие-то номера, типа, понимаешь, и это вот, и это забавно, что остаются в голове номера, и, например, вот мы про это с Дусмухавидовым, помнишь, разговаривали, что, гад, ну, ну, какой-то Пакуин, который студия ССС, я вот прекрасно помню этот номер, понимаешь? Я помню Слепакова, вообще всю команду, вот все их какие-то номера, когда они все в флече... Ну, вот именно очень сильно я рассмеялся впервые, очень сильно, когда вот я посмотрел по телевизору, вот именно КВН, впервые я очень сильно рассмеялся, меня было не остановить. Конечно, это многое объясняет сейчас мой стиль юмора. Это шутка Гаррика Мартиросяна, когда он пел, где же вы теперь, где же вы теперь, ребята, с которыми я нюхал клей... Ой, не помнишь, когда он Барда делал? Это еще в 90-х было. Я помню, у него было объявление. То, что тут у тебя из жизни всплывал. Нет, я такой, вау, как это смешно, вау, клей, они тоже про это знают, ничего себе. У него была такая шутка. Я не нюхал клей, ребят, если... Хорошо, хорошо, да, это важная пометка. Слушай, а на самом деле, вы знаешь, если сейчас про жизнь говорить, вот мы тут недавно вообще разговаривали про жизнь вообще и про наше детство. И знаешь, есть такая фраза, а как вы вообще выжили, знаешь? Ну, реально есть такое. Ну, что типа, а как вы вообще выжили, вот когда вот жили в 90-х годах? И ты вспомни, реально. Вот я помню, приехал в Москву, и у меня, знаешь, какое воспоминание? Такое можно говорить у вас? Да, да, конечно. Реально, вот у меня воспоминание. Я приехал в Москву в 6 лет. Там, с отцом мы собаку привезли на выставку. Я помню гостиница Ленинград или Ленинградская. Ленинград она, наверное, называлась. Я не знаю. Ленинград, которая на вокзале, где три вокзала. И вот я помню вот так вот, семь пацанов, которые сидят вот так вот и в руку нюхают клей. Это вот такое воспоминание. То есть это реально вот такое время было. Ну, хорошо. Семь пацанов, которые... Ты сейчас такое видел вообще? Нет, конечно. Нет, ну я просто говорю, какое время? А что за собака-то была? Резиншнауцер. Я вообще не знаю, я не разбираюсь с собакой. Я знаю собакой. Черная такая с бородой. Большая? Да. Ну, нормально. То есть те семь пацанов вам не угрожали в случае чего я вот это вот к этому... Нет. Не то, что вы привезли какого-нибудь... Да нет, ну слушай, это просто маленькие пацаны были. Слушай, это типа... Это какая-то, знаешь... Ну, помните? Это форма романтизации прошлого. Это не романтизация вообще. Я просто говорю впечатление. Нет, нет, нет. У меня тоже есть такие воспоминания. Вообще в Тамбове мы про это много говорили. Типа не было этого... Ну, наркотиков почти не было в 90-е. Потому что они дорого стоили. Ты сошел с ума сейчас? Нет. Он про Тамбов говорит. Я тебе про Тамбов. Про какой Тамбов? Ты жил в очень интеллигентной семье какой-то вообще. Ты о чем говоришь? Я тебе говорю, что все дышали клей. Вот клей, ацетон. То есть как бы это как раз было очень распространено, потому что это было дешево. Клей-момент можно было купить, а наркотики типа были дорогие. Андрей пытается сказать Андрею, что да, для него это неудивительно. Да, конечно. Что у комика Луи Сикея есть где-то такой отрывок о его поездке в Москву. Что он в 90-х работал на каком-то шоу, где он очень сильно эмоционально выгорел. И он решил куда-нибудь поехать. И его поездкой оказался, его выбором поездки оказалась Москва 90-х. У него есть там большой как бы рассказ, большой монолог о том, как он там приехал в Москву в 90-х. И, кстати, он описывал ровно такой же момент, как подростки нюхали клей. Потому что это дешево. Вот и все. Это объясняется типа... И это плохо. Мне кажется, вот такую тему надо перескочить. Просто перескочить из этой темы. Да, на всякий случай. Да, это очень плохо. Ты первый актер, реально уже состоящийся. Я могу так сказать, да? Которую я могу это спросить прямо. Да. Скажи, в актерский, можно сказать, лайфстайлом? Наверное. В актерский входит... Что, лайфстайл? Лайфстайл. Жизнь, образ жизни, да? Образ жизни, актерский. Но это когда ты... Обязательная часть восхищения собора. Чёрная водолазка, да? Вот обязательно или часть? Нет, нет, нет. Чёрная водолазка не трогай. Восхищение собой? Да, обязательная часть. Да мне кажется, что нет. Ну, как бы наоборот, ты так более... Хорошо скажу, актеры любят себя? Ну, это сложный вопрос. Только честно ответить тяжело. Нет, смотри, они... Конечно, ну тебе всегда нравится, когда тебе говорят хорошие слова. Нет, нет, нет. С другой стороны, ты должен так как бы... Ну, ты всё равно стеснительно к этому относишься. Смотри, я слышал фразу, что я, играя роль, рискую жизнью ради вас. Ну, блин, ну давай, не будем... Это нет. Ну, подожди, ну, слушай. Рискую жизнью. Я живу словами всегда Олега Павловича Табакова, который всегда говорил, актёрство – это весёленькое дело. Мы ни в коем случае не убираем всю профессионализм, и к этому надо готовиться, и это то-то выматывает, но это всё равно весёленькое дело. Я также говорю про стендап. У нас нет миссий, это весёленькое дело, действительно. Я про это и говорю. Как только ты начинаешь... Ты знаешь, ты же мне сказал, что надо здесь лайфхак какой-то говорить, знаешь. Ну, это вообще для жизни подходит. Да-да-да. Когда-то давно, когда я учился ещё в школе-студии, мне дали тогда такую большую первую главную роль в спектакле «Гоголь-ревизор». Я играл там в Городниче. И это такой был большой спектакль, большая премьера, и он получился. Был, ну, правда, крутой спектакль. Я не всегда так говорю. Тем более про свои работы. Так вот. И я очень, знаешь, переживал там что-то такое, блин, там это... И мне режиссёр сказал очень важную вещь, которая вообще к жизни подходит. Он сказал, ты понимаешь, если ты будешь считать себя хорошим артистом, ну, такой типа, о, я такой хороший артист, такой, о, там, ну, я такой жизнь рискую, или ещё что-то там, знаешь, вот такое, то любой человек может подойти к тебе и сказать, что ты плохой артист. И ты расстроишься. Ну, реально, когда такой, а, я плохой артист, а я же был хороший. Понимаешь? А если ты как бы к этому с юмором относишься, ну, как бы... И так как бы проще, тогда и легче. Понимаешь? И так для жизни тоже подходит вообще. Как только ты чуть проще... Круто. Круто сказано. Это всегда круче. А вот скажи, актёру, вот что является инструментом актёра? Ну, типа, вот, например, если ты... Душа. Да-да-да. Да-да-да. Ну, душа, ну, правда, что ты? Ну, нет, это правда. Я имею в виду, что, ну, вот, например, если ты там, например, строишь дом, строишь дом, то у тебя и понятный инструмент – молоток. Так. Поэтому ты можешь любить свой молоток, да? Потому что он очень хороший. Ты много домов построил этим молотком. Соответственно, если ты там, я не знаю, пишешь пьесы, да, ты можешь любить свой компьютер, например, и немножечко своё сознание, которое такие тебе выдаёт классные штуки, что ты можешь вот так прям писать диалоги. У тебя такой аналитический ум, так, очень хорошо. Ничего себе, вот это, да. Вот, вопрос тогда. Что конкретно здесь, вот какой инструмент у актёра самый любимый? Вот что это? Ну, это так ты как-то зашёл. Ты понимаешь, вот это как раз и… Это вот как раз анти… Это мой… Это только мой взгляд. Это мой, только мой взгляд. Смотри, я тебя спрашиваю. Это антипрофессия. Вот то, что ты говоришь, я считаю, это антипрофессия. Почему? Я тебе сейчас объясню. Даже вот там есть… Сейчас меня просто убьют, это такие слова. Ну, есть такие как бы догмы, догмы. Знаешь, там обучение, типа задача. Ну, типа люди говорят, обязательно должна быть у героя задача. Ну, там типа, что он сейчас делает? Он там доказывает вам, а там то-то, то-то. И, ну, если ещё сложнее идти, даже не задача, а моё воздействие на вас. То есть, что я хочу от вас получить, что вы такие сказали? А, вот в чём там… Но я считаю, что как только артист знает свою задачу, он начинает её обслуживать. Начинает обслуживать представление об этой задаче. Понимаешь, как сложно? Поэтому… Нет, нет, нормально, нормально. Поэтому вот такой аналитический подход, он может быть и нужен, но на такой вот, знаешь, стадии подготовки. А вот когда как бы… Там надо чуть-чуть отпустить себя. Сложно? Нет, это очень понятно. Отлично, потрясающе. Андрей, спасибо тебе огромное, что ты пришёл. Смотри. Я обязательно приду ещё раз. У тебя… Мы вдвоём… Два Андрея, просто чтобы ты знал. Два Андрея, да. Итак, у нас снова антитренинг манго-страхования с пять этапов принятия страхования. Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Сегодня мы говорим про торг. Не путать с торт. Не путать с торт. Да, отлично. Значит, у манго-страхования есть такая функция, такой продукт, что ты можешь застраховать домашнее животное. Домашних животных, а не от домашних животных. Да, домашних животных. Ну, то есть, если у тебя есть кошка, то можешь застраховать кошку. Если собак, то собак. Ну, и подразумевается домашнее животное. Ну, то есть, если у тебя есть дома коза, и ты говоришь, это моё домашнее животное. Ну, наверное, нет. Не застрахуют. Вот. И история про случайности, которые связаны с домашними животными, у меня вот такая. На самом деле котов нельзя кормить молоком взрослых. взрослых. Потому что, как у всех млекопитающих... Подожди, подожди. Как? У всех млекопитающих есть... Каков нельзя? Нельзя. То есть фраза «киска хочет молочка», она... Да. Она только для маленьких кисок. Для больших кисок уже нет. Ну, про одни те же киски говорят. Да, разумеется. История здесь состоит в том, что у млекопитающих есть лактаза. Это фермент, который отвечает за расщепление... Лактоза, может. За расщепление лактозы он отвечает. Это фермент, называется лактаза, который расщепляет лактозу. И он есть у маленьких, потому что маленькие должны кормиться молоком. А у взрослых млекопитающих его обычно нет. Это редкая мутация. У человека она довольно частая, но в целом в популяции нет. Поэтому коты не приспособлены для того, чтобы пить молоко. Штука состоит в том, что кому бы я не рассказывал эту историю, кому бы я говорю, вот так и так. Нет ни одного человека, который бы сказал, да, я не буду больше кормить кота молоком. Мне всегда говорят, но чуть-чуть-то ничего. То есть люди начинают торговаться. То есть ты им сообщаешь про опасность, что вот ее можно избегать, нужно избегать. И они начинают торговаться. Понимаешь? Вот так наступает этап торг. Поэтому нужно обязательно страховать своих животных, чтобы вот потом не получилось. А что может произойти с котом, если он будет часто лакать молочко? Ну, я думаю, что в лучшем случае дико пронесет. Понимаешь? Ну, то есть прям нормально так, по квартире. А в худшем, мало ли что, когда проносит кота, проносит всю семью. Это была очень глубокая мысль от Тимура. На этом мы закончим нашу рубрику «Пять этапов принятия страхования от манго-страхования». Роль спектакля. Как планируется спектакль? И что ты делаешь на самых ранних стадиях? Допустим, тебе говорят, твоя роль, вот это. Тебе дают какой-то материал, ты полностью его читаешь. Как проходит вот этот, грубо говоря, тренировочный лагерь? Во-первых, смотри, я работаю в репертуарном театре, это немножко такая большая организация, что называется. На первых этапах, когда ты только после, что говорится, приходишь в театр, ты такой молодой артист, ты, конечно, не можешь ничего вякнуть. То есть тебе дали роль распределения. Тот такой, пожалуйста, пошел, делаешь, все там делаешь. Дедовщина такая. Ну, нет, нет, ну просто так, понимаешь, потом ты как должен, у тебя есть такой статус, большой какой-то, то ты можешь где-то уже там возможно отказаться или сказать, ну вы знаете там что-то как бы, ну и тебе дают уже другие роли, предлагают и так далее. Смотри, все зависит от твоего как бы не то, что статуса не в плохом смысле этого слова, а просто, ну, актерского статуса там и так далее. Вот давай будем говорить уже таких серьезных вещах, типа тебе нравится то, что тебе предлагают, да, допустим. Это какая-то большая роль, да, там. Вот. Ну, для меня сейчас основная тема и в кино, и в театре – это режиссер. Ну, то есть я даже, может быть, уже не про материал, а про режиссера. То есть, ну, грубо говоря, мне важно, с кем я это делаю. Окей, тебя устраивает режиссер. Да. Ты берешь какой-то текст. Пожалуйста, погнали. Что ты делаешь? Репетируем. Ничего не делаю, репетируем. Прихожу на репетицию. Не-не-не, вот текст, ты его прочитал, ты его как-то в голове думаешь, у тебя, ты, например, прочитал, и ты сразу понимаешь, что, например, там вот будет прикольно сделать что-то. Вот это я так не понимаю. Это сразу путь в никуда. То есть это как бы вот так вот прикольно сделать, это сразу вот. Я всегда вот удивляюсь, знаешь, приходит, я сейчас такое наговорю, мне потом просто голову оторвут, потом вас послушают, скажут, господи, что он говорит. Мне все время удивляет. Не думаю, что нас слушают активно. Мне все время удивляет, знаешь, на съемочной площадке особенно, но и в театре, когда люди приходят и вот прямо опа, и начинают сразу делать. Реально, просто ты смотришь, думаешь, потрясающе. Ну, то есть у меня так не происходит. Почему? Объясню. Потому что у меня каждая работа с нуля. Просто с нуля я прихожу, блин, и я, ну, как бы стараюсь вообще без прихватов сделать. Конечно, невозможно возникают какие-то там штампы, что-то и там, но все равно она у меня с нуля. Я не знаю, как это будет. Я не знаю. И поэтому я не боюсь обосраться. Понимаешь, я реально не боюсь обосраться, потому что если бояться обосраться, то это, ну, как бы плохо. Как говорится в одной пьесе, главное не ссать. А второй человек говорит, а как так сделать, чтобы не ссать? Чтобы не бояться не ссать, понимаешь? И вот надо не бояться. Надо вот просто вом туда нырнул, как бы, а как это получится? Да хрен его знает. У меня вопрос скорее до, до. Вот ты берешь текст, ты остаешься с ним один-один. Ты его учишь. Как проходит процесс? Это же, ну, как бы, естественно, я учу текст. Ты знаешь, я учу. Дома один что-то. Я учу текст, да, да. Нет, если мы говорим просто про текст, я считаю, я очень бережно отношусь к тексту и в кино, и в театре. Я учу, в принципе, до запятых. Как это происходит? Вот так, ну, просто берешь текст. Стоя, ты репетируешь. Да нет, ну, там, я, блин, вот в айфоне я делаю, потому что он удобнее, ну, либо, ну, редко, потому что айфон всегда с собой, ты можешь писать, и я его все время, вот, допустим, в душ встал, и там, допустим, монолог какой-нибудь. Лучшие мысли в душе. Нет, это известный факт, который даже не обсуждал. Нет, я недавно это понял, проанализировал всю свою жизнь. Нет, я тебе скажу, где реально лучшая мысль. Сейчас я тебе сейчас скажу. Нет, сейчас тебе скажу, где. Как в школе-студии, когда нам говорили там, ну, такую, я просто, понимаешь, я чуть позже пришел в школу-студию, в 25 лет, я знал, куда я пришел. То есть, грубо говоря, я не 16-летний парень такой, который, вау, там вообще, давай бухать там. Типа, я понимал, что там, ну, что-то слышал, грубо говоря. И мне так запало это, что, говорит, не бойтесь оставаться наедине с собой, со своими мыслями. Это нужно человеку. Мы все время с кем-то пытаемся общаться, в айфон заходим, смотрим. Вот иногда вот это вот, грубо говоря, вот эта пауза, грубо говоря, что ты что-то думаешь. А как ее сделать в настоящем мире? Это невозможно, потому что ты все время в гаджетах, все время это. Я нашел этот способ. Знаешь, какой? Бег. Я беру, бегу. Ну, к примеру, 10 километров. Без наушников. Без наушников. И, допустим, этот текст, который я, допустим, выучил, я его так как бы повторяю. Или думаю про него. И там что-то, блин, прикольное, вот как бы наедине с собой иногда рождается. То есть, ну, так как бы вот наедине с собой. Это прикольный способ. В душе просто есть еще вода. Вода, она очень сильно помогает. Я когда-то читал факт про Мэтью Вайнера. Знаете, Мэтью Вайнера. Мэтью Вайнер – это человек, который создал великий сериал «Мэдмен». Ты знаешь, да? И у него, говорят, был такой прикол, что он брал сценарий в серии вместе с режиссером. Они заходили в кабинет, где были все предметы, которые были в этой серии в кабинете. И они все проговаривали вплоть до того, как человек берет трубку, сидя, стоя. Там не знаешь, какие фишки, что перед тем, как девушка берет трубку, так в 60-х все происходило. Она снимала клипсу. Раз, два, чик. Ну, то есть, вот такие детали. Не, ну, это супер вообще, такие детали. Это, конечно, вот такие детали. В театре ты доходишь до таких деталей. Ну, в кино, если еще режиссер хороший, помогает. Понимаешь? В кино просто все, ну, как бы ты пришел такой, ты должен, опа, вот здесь вот сделал. Где интереснее работать? Слушай, ну, это же профессия. Профессия состоит в этом-то и в этом. Могу сказать только одно, что в театре ты видишь артиста в течение трех секунд. Раз, два, три. Понял все про артиста. Все понял. Даже если он ничего не сказал. Он просто вышел. Интересно. Он стоит так что-то, там что-то интересное. Понимаешь? Или он вышел и неинтересно. Неинтересно. У него монолог огромный. Ой, еще больше неинтересно стало. И еще потом. И такой, немножко заснул. А тут человек. Ой, знаешь, бывает такое. В кино такого не бывает. Я тебе объясню, почему. То есть, грубо говоря, в театре второстепенная роль может стать главной. Но реально. То есть, это очень часто бывает. А в кино, к сожалению, такого очень редко может быть. Но практически невозможно. Почему? Потому что если главная роль хуже, чем второстепенная, то кино просто умерло сразу. Слушай, когда вышел сериал «Смотри, Ди Каприо», мы с Андреем его независимо друг от друга посмотрели. У тебя там, можно сказать, второстепенная роль. Главная. Но, что я подумал, у тебя был отличный персонаж. Да. Как будто, сейчас я тебе скажу свои ощущения. Ни в коем случае не критикую сериал. Ни в коем случае, да. Но я такой поймал себя на какой-то мысли, когда ты вот, особенно когда там показывали, где твоя там работа была, что ты какой-то садовод ведешь. Мне это напомнило, знаешь, сериал с Джимом Керри, который называется… Но это он вышел после нас. Я очень люблю этот сериал. Согласись, ваши персонажи немного… Похоже, конечно. Но он вышел после. Да, когда он снял Мишель Гандрит. Ну, трудноватый сериал. Как раз до того, как он поблился еще. Первый сезон просто бомба. Просто. Я второй не смотрел еще. Как называется? Он Киллис называется. Смешно. Шучу, шучу, шучу. Посмотрите, первый сезон просто бомбел. Но есть, да, был какой-то? Это мне напоминает… Нет, конечно, конечно. Но это… Я говорю, что он вышел после уже. Я такой посмотрел, говорю, о, нифига себе как. Прикольно. Да. Вот я теперь понимаю, о чем ты говоришь. Это забавно. Вот смотри, а после того, как ты проработал с текстом и ты его запомнил, что происходит дальше? Вот ты приходишь на репетицию? Нет, ну ты пойми, что… Нет, 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 это не так происходит. Давай. То есть текст ты учишь в процессе. В процессе. То есть ты приходишь на репетицию, читаешь, там по-разному может быть, разные режиссеры. Смотри. Режиссеры репетируют по-разному. Есть режиссер, вот мы такие сели за стол и такие сидим и такие читаем, раз, такие там читаем. Он такой говорит, вы понимаете, здесь такая задача, здесь прорабатываем то-то, а вот здесь то-то, и все такие оп. И здесь такие, давай прочитать еще вот эту книгу, ты такой прочитал, ты такой там сидишь за столом, раз, там. Второй режиссер пришел и говорит, ну-ка давайте почитаем там, а попробуй вот так вот, там типа с интонацией, там типа… Вот так, хоп, так. Третий режиссер пришел, другой режиссер сказал, ну вы же знаете о чем примерно, да, там, да? Ну давай, первый акт сыграем тогда давайте, раз такой, раз играешь первый акт, первая репетиция, ну то есть типа такого, да? Или там другой режиссер там говорит, слушайте, а что там у нас, какое начало вообще там, что там такое? Ну давайте. И пошел этюд какой-то. Просто по-разному. Ты понимаешь, что рождается спектакль абсолютно по-разному. Просто есть такие, грубо говоря, режиссеры, которые тебе наиболее, грубо говоря, интересны, и ты считаешь продукт как бы более, ну с тобой, ну как сказать, близким, понимаешь? И когда спектакль еще потом совпадает все, понимаешь, там, ну такое редко бывает, когда все совпадает, текст, артисты, режиссер, время, ну я имею в виду время, соответствование времени, понимаешь? Потому что очень много спектакля, когда ты сидишь в театре и просто не понимаешь, почему в 2020 году ты это должен смотреть. Почему? Ну как бы почему? Это просто, ну неправильно. Ну как бы это ужасно. Я бы даже так сказал. Я просто очень к этому отношусь, как сказать, очень трепетно. И я прямо, вот меня вот это больше всего злит. У меня в театре две вещи злит больше всего. Первая, когда не слышно. Ну просто, мне это просто раздражает. То есть, ну блин. Вот Олег Павлович, дорогой, говорил все время, ну не слышно, ну это все сразу, но это невозможно, когда не слышно. Неслышно, хочется сказать, знаешь. Ох, если бы сейчас микрофон так не был близко, я вам рассказал вам историю. Ты ходишь в театре, да? Слушай, ну у меня большая занятость, ну на какие-то вещи я обязательно хожу, конечно, конечно, конечно. А вторая вещь, одна не слышно, а вторая? А вторая несоответствует. Несоответствует. Ну просто это меня вымораживает так, почему я должен смотреть спектакль какой-нибудь. Я, к примеру, сейчас там на шар назову какой-нибудь три сестры Чехова сейчас. Ну почему? Ну ты хоть подумай два раза там. Ну как бы, ну это просто неправильно, но текст я знаю. Да, я понимаю, да. Ну то есть как бы... Типа текст известен, поэтому в принципе... Ну даже не в этом дело, но как это должно, ну... А по-твоему вот когда там режиссеры, когда все это происходит, какие-то корни должны быть в действительности, то есть сейчас. То есть оно в каком-то смысле все равно должно быть актуально. Ну то есть вот условно, совсем пошлый пример. Подожди, смотри. Вот совсем пошлый пример. То есть если мы... Нет, я очень тебя понял сейчас, очень хорошо. Да, я просто хотел сказать, что вот мы снимаем про Ивана Грозного, вот как вот было с этим. То есть мы хотим снять кино про Ивана Грозного, на дворе какой-то там у нас год, Сталин, все. Вот смотри, вот я тебе сейчас вот это как раз хотел сказать. Смотри, какая ситуация. Сейчас такое время, называется, ты все время сам себя подставляешь. Знаешь, вот что-то сказал, и сразу такое обросло вот это все такое. Я вообще не про это. Понимаешь, то есть, грубо говоря, в любом разговоре, вот в любом разговоре неумных людей, назовем это так, даже неумных, неинтеллигентных людей, которые просто не могут услышать друг друга. За меня вот за такие слова, которые я бы вам сейчас сказал, несоответствие времени, мне бы сразу прилетело. А вам что нужно? Чтобы это было там экраны на сцене? Чтобы вот эти голые люди, которые ходили там, трясли письками, типа такого? Да. Ну, прилетело-то мне. Да, такое, ну, конечно. А я не про это. Я вообще не про это. Я вообще про то, что ты сидишь в зале. Это может быть супер какая-нибудь архаичная постановка, но ты, ты получаешь от них такая энергия или воздействие на тебя, что ты думаешь, как это круто, вообще не относящиеся к нашему времени. Просто тебя почему-то это трогает, потому что это про тебя, про человека. Он не изменился сто лет назад, хоть триста лет назад. Это просто про людей. А если это просто слова, почему вы все время ходите в черном? Это траур по моей жизни. Я это слышал 800 тысяч раз, понимаешь? Как, знаешь, такой пример очень классный, когда, ну, там, не помню, с кем там уже разговаривали, когда, что это очень смешная фраза. Там есть в трех сестрах есть такая фраза, ну, грубо говоря, там, она там говорит, вот я помню эту старую жизнь, вот у нас там было пианино, там, туда-сюда, и вдруг она говорит, ну, там, вдруг она говорит, я не помню ни одной, ни одного слова по-итальянски. Ну, мне кажется, это так смешно. Ну, просто, ну, это очень смешно, потому что, ну, представляешь, какой уровень драматизма, что она вдруг неожиданно говорит, я не помню, а, я не помню ни одного слова там, я не помню, как, господи, я сейчас Напутал там, ну, типа, я не помню, как кровать По-итальянски, но ты представляешь, то есть уровень Драматизма какой там, я не помню Как кровать по-итальянски Ну, то есть это, блин, это так можно сделать смешно Ну, в смысле, смешно, я имею в виду, что это так Блин, про нее А это всегда проходит, как бы Ну, вот она грустит, и что, понимаешь То есть вот я про что, про современность Не то, что современность, мы там сейчас Выйдем все... Да-да-да, я не про Ликтическую современность, я как раз потому Приводил пошлый пример, как раз Не про то, что не про время там, как бы Да, я имею в виду, что... Ты понимаешь, вот когда это про время, это пошло. Вот знаешь, типа, это вот, а, они нам, типа, показывают это про время, типа, нет. А когда ты такой, типа, ну, тоже вот я начал уже там про Гоголя и Визор, да, там, нам люди выходили и говорят, зачем вы изменили текст Гоголя? Ни одного слова мы не поменяли. Я все, все говорили словами Николая Васильевича Гоголя, но такого не может быть. Но этого не может быть, потому что все было очень современно, и как будто вот мы изменили под современное время. Просто он так современно звучал, понимаешь? Вот я про это много сказал, да, Каргин? Ты не останавливай тебя. А что останавливайся? Да, это же очень интересно. Я сломал вам Пантеру, ребята. Это, это, я переживаю. Во-первых, ты сломал змею, Пантера в порядке. Это гадюка. Да, это гадюка. Ты не смотрел шоу Deadly Vipers Black Panther 22 комика по ТНТ-4? Нет? Современная интерпретация. Ничего себе. Я все сейчас запишу, все, что ты мне сказал. Ничего себе. Ничего себе. Сегодня у нас спонсорская тема от Geekbrains. У них есть курс по дизайну интерьеров. Можно научиться дизайнить интерьеров. Я вот как-то говорил, я вот как приезжий в Москву, да, у меня осталась такая фантомная привычка. Я часто сижу на сайте недвижимости, аренд, и все время смотрю квартиры, которые сдаются. И у меня есть такая игра, что я всегда пытаюсь понять, что в голове, я в каком-то подкасте говорил, что большинство квартир в России, не в конкретном Москве, 85% невероятно некрасивы. Я всегда думаю, что было в голове у этого человека, когда он вот эту вот люстру вешал, которая вообще отвлекает, вообще забирает все пространство твоей комнаты на себя. Ну вот видишь, ты в этом понимаешь. Я, например, для меня... Нет, я в этом не то что понимаю. Я просто призываю в России необходимые дизайнеры интерьеров. В России не нужны СММщики, но нужны дизайнеры интерьеров, потому что от этого складывается характер, от этого складывается дальнейший вкус человека. Да, я просто говорю, что вот ты говоришь, люстра забирает. Я так не понимаю. Но я могу отличить хорошее от плохого. То есть, когда ты заходишь, думаешь, нет, здесь не клево. Или ты заходишь в место и такой говорит, здесь действительно хорошо. Мы абсолютно... Вот. Поэтому я вот понимаю на таком уровне. У меня дизайном всех моих интерьеров занимались, соответственно, жена и теща. У них хорошо получается. Вот. Собственно, курс Geekbrains, он посвящен тому, что если у тебя хорошо получается, или ты хочешь этим заниматься, ты можешь сделать из этого профессию. Там тебя учат дизайну, какие есть стили. А главное, ну, там, научишься рисовать, чтобы мог показать человеку, как это выглядит. Не только, чтобы у тебя это было в голове. Но в результате там, типа, все стандартно. У них практика есть, у них есть там трудоустройство. Можно курс в рассрочку оплачивать. Но главное по результату, что ты сможешь дизайнить не только там офисные пространства. Мне кажется, как раз, что это вот, ну, чуть проще, чем сделать классный дизайн квартиры. Потому что как будто, типа, когда у тебя есть большое пространство, там много чего можно придумать. А вот с квартирой сложнее. Я бы просто прошел этот курс только для того, только даже для того, чтобы просто сделать дизайн квартиры себе. Каждый. Не, ну, я серьезно говорю. Я понимаю. Я считаю, что большая проблема того, где мы все живем. Это правда. Поэтому вот такой есть замечательный курс. И чем мне нравится Geekbrains? Тем, что у него все очень конкретные, решает конкретные цели, конкретные задачи, конкретный курс дизайнера интерьера. Да, всем советуем. Слушай, а у меня вот такой вопрос. Такой. Ты знаешь, мы, когда Тимур мне стал объяснять про тебя. Кто я вообще? Да, да. Я первый сразу вспоминаю, даешь молодежь, конечно. Было такое. Нет, он сказал, он сказал, чувак, издаешь молодежь. Да. Я сказал, нет, это не чувак. Это восходящая звезда МХАТа. Вот что я сказал. И мне очень интересно, как, ну ты же, ну как бы со стороны, опять же, да, я не знаю, как изнутри. Но со стороны выглядит, что вот особенно это связано с кино, что если ты один раз там условно сыграл мента в кино, то все, ты играешь милиционеров до скончания веков. Если ты один раз сыграл смешного чувака, то ты играешь смешного чувака все оставшиеся фильмы. Вот. А здесь как раз история с Ди Каприо, да, это история про то, что, ну, прости, чувак, издаешь молодежь, да, вот, соответственно, у него драматическая роль. Сложно было это? Вообще, потому что это выглядит как редкость. Ну, послушай, ну это большой ответ. Большой ответ принимается. Да, конечно. Чем больше, тем лучше. Слушай, ну... Я не хочу заказать поесть. Да, они здесь в центре, с ним здесь очень вкусный ресторан. Что ты хочешь поесть? Не-не-не-не-не. Окей. Я дома поел. Так вот, значит, у меня сегодня выходной, кстати, прикинь, это такой, сейчас у меня просто большой такой съемочный процесс, поэтому мне сегодня, я к вам пришел выходной и очень радуюсь, у вас классно тут. Вот, короче, скажу про себя, значит, смотри, такая, у меня такая ситуация, да, грубо говоря, широкий зритель, такой киношный, грубо говоря, узнал все в самый последний момент. То есть, понимаешь, у меня-то было все там, школа-студия, да, допустим, да, где я уже там все сыграл, да, потом художественный театр. А ты в школу пришел вот когда, после телека, да, то есть ты как бы, у тебя какой был путь, КВН, потом... Ну, ты знаешь, я хотел поступать в 16 лет, мне просто родители сказали, давай-ка ты нормальную профессию получишь, потом уже, да, это классика, да. Потом КВН, потом я хотел закончить, мне ребята сказали, давай все-таки закончим то, что мы начали, КВН, типа, давай все-таки как-то это красиво сделаем, ну, окей. И потом, как только закончилось, через год я поступил, вот, в 25 лет. Это, в принципе, большой возраст, такой взрослый я был для артиста. Так вот, и я уже в школе-студии играл и драматическое, и комедийное, и так далее, там, для меня нету разницы никакой, я просто очень быстро отвечаю, да, чтобы так долго не это, не размусоливаю. Потом в художественном театре, где я играл уже со второго курса, да, где я играл, там, уже большие роли, вот, и потом у меня, там, случилось уже, там, грубо говоря, там, «Солнечная линия», где мы вдвоем играем с Юлей Пересильд, это большой спектакль, там, пять номинаций на «Золотую маску», да, и там, уже, ну, и так далее, большие работы в театре, а в кино были, ну, грубо говоря, вот, как ты говоришь, режиссеры, ну, вот. Я снимался в одном проекте, вот, и пошел кофе заказывать, и встретил Андрея Першина, он же Жора Крыжовников, мы с ним работали на кухне, он снимал в третий сезон «Кухни», я снимался там, и мы с ним там подружились, и он такой стоит, а он искал артиста для «Ди Каприо», и он такой, «Андрюха, это ты должен играть». Это реально так было? Вы покупали кофе? Да, серьезно? Абсолютно, да, я пошел на пробы, и все, как бы, завертелось, и спасибо Андрею, ну, он, как бы, ну, можно сказать, что он такой отец мой в кино, ну, то есть, после этого уже стало немножечко, грубо говоря, для меня, я уже там много играл и так, и сяк, для меня это, как бы, был такой большой старт в большое кино. Ну, даже там сейчас вот вышел фильм «Доктор Лиза», да, даже там у меня большая там драматическая роль, это хорошее кино, правда, это правда, правда хорошее кино, вот, и мне очень понравился сценарий, и я реально, дядя Саша, сейчас я про тебя скажу, продюсер Бондарев, и, грубо говоря, меня уже утвердил режиссер, но продюсеры не верили, ну, это нормально. Они такие, все, так это же чувак, издаешь молодежь, ну, ты, конечно, такие слова, даже для него, я уже сыграл в «Ди Каприо», я уже снялся еще в кино, там, и так далее, там, но даже там для них в тот момент, и я их, грубо говоря, там, переубедил в процессе съемок, и, там, спасибо, что они все-таки поверили в это, да, и, как бы, я к этому отношусь, ну, сейчас-то уже, как бы, этого нет, понимаешь, и, как бы, ну, я все равно к этому отношусь, как бы, ну, ну, что я буду что доказывать, кому я что буду доказывать, как бы, я всегда говорю, придите ко мне на спектакль. Это не вопрос доказательств, это просто, вот, видишь, это забавно, что это так работает, вот, взрослые, умные люди, ну, то есть, вот, они все, ты им, говоришь, вот, у меня же театр. Люди не ходят, очень много продюсеров не ходят, в основном 95%, 99% продюсеров не ходят в театр. Вот это интересно. Но ты говоришь, приди вот на этот спектакль, просто приди, и все, и люди приходят, и все сразу понятно, понимаешь, это вот очень... Я тоже так считаю, потому что мне кажется, что все эти продюсеры должны ходить, не ждать кастингов. Ну, что такое кастинг? Вот я все время вижу вот эти кастинги. Ну, не ждать, надо самим искать. Ты знаешь, вот, особенно из всех, вот, каких-то там известных... Ну, ты понимаешь еще... Ходить в театр. ...сериалов или фильмов, вот, потом постфактум обычно еще публикуют кастинги. Ну, там натурально сел, там, какой-нибудь Хью Лори прочитал, там, страничку текста записал на камеру и послал, чтобы те просто посмотрели, как он выглядит, потому что у них нет сомнений, что этот человек, типа, сможет... Ну, ты пойми еще, понимаешь, кастинг – это такое дело, ты пойми, ты представляешь, какой уровень, особенно вот если артист неизвестный и так далее, представляешь, какой уровень волнения у него. Ну, то есть, это же, ну, как, человек не может показать, ну, не то, что даже показать, не может, ну, расслабиться тупо, чтобы там... Поэтому такой, грубо говоря, большой отсев в кино, потому что очень много артистов театральных, фантастических, не снимаются в кино, ну, не могут пройти этот вот, грубо говоря, кастинг, вот этот вот и так далее, то есть, в них поверили, помните, что вот тут тоже у Жоры Крыжовникова, у моего любимого друга, есть такое проклятие, короткометражка «Не смотрели?» Ну, такое есть проклятие, где он Тима Трибунцев играет, «Не смотрел?» — Я смотрел давно, видимо, когда... — Да, и вот там он про это и говорит, что, ну, просто заметили бы там, как бы, дайте шанс, дай шанс. — Ты смотрел сериал «Антураж»? — Нет. — Ты серьезно? — Я записываю, я же говорю. — То есть, ты не смотрел «Красавцы», ты не знаешь историю Джонни Драмы, Винсента Чейза, «Черепахи», «Ари Голда». — Нет, я обязательно это посмотрю. — Это сериал про актерскую жизнь в Голливуде, его главное свойство, что там вообще нет проблем. — Ну, то есть, это... — Ну, ты понимаешь, я вот... — Пять сезонов, каждая серия просто такая... — Нет, нет, я тебе скажу одну вещь. — Ничего вообще. — Я вот честно говорю, как только вот... Я вот, правда, вот мне очень трудно смотреть, а, комедийные проекты, я не смотрю... Ну, в смысле, сериалы мне не нравятся. Ну, то есть, мне не смешно. Смешно мне было в последний раз «Друзья». Вот «Друзья» — это реально вот даже до сих пор там, ну, как-то вот это попадает. — Ну, «Антураж» — это «Друзья двухтысячных». — Я обязательно посмотрю. То есть, из последних то, что я смотрел, там, ну, что реально круто, я не знаю, там... — «Breaking Bad». — Не, ну, «Breaking Bad» — понятно, «Базара» нет. — Ну, там, «Boys», я не знаю, там... — Да. — Ну, что так? — Бу-бу-бу-бу-бу-бу. — Что это? — «Джордан» — документалку смотрели про «Джордана»? — Бомба. — Тимур про это много говорил, я так и не посмотрел. — Но это невероятно. Просто я вот могу сказать, что вот это вот просто это... Ну, это невероятно. Вот по-другому даже я не могу сказать. — Слушай, то есть многие, ты говоришь, просто тупо нервничают на кастингах. — Конечно. — Просто. — Так и в кино, и на кастингах. Это самая главная проблема. Ты понимаешь? Ты вспомни себя. В чем проблема? Ты выходишь дома. Я помню чудное мгновение передо мной велосипед. Ты все прекрасно рассказываешь. Вышел в классе. Я помню... И ты стоишь красный уже, ты уже все забыл и ушел. Понимаешь? Ну, как по идее нужно кастинг? Вот по идее как нужно? Вот я считаю, как нужно. — Да, давай. — Привет. — Как ты? — Да вообще не парься. Вообще давай там это, понимаешь? Я всегда говорю одну вещь, но это не всегда происходит. — Я думаю, много кастингов так проходит. — Никто так не проходит. Приходит — исполняй. Типа такой. Давай, исполняй. Давай. Вот так происходит. Исполняй. Давай. — Это кто так говорит? Режиссер? — Ну, это... Никто так не говорит. Все такие типа такие это. Но подсознательные такие. Ну, давай, исполняй. Давай. Что ты там можешь? Что ты там покажи? Я всегда говорю одну вещь. Очень важно. Там Майкл Киттон говорил. Нет, не Майкл Киттон. Ну, не важно. Это сейчас не важно, кто говорил. Что мы сюда собрались... Вот иногда режиссеры просто забывают об этом. А некоторые и специально так не думают. Вот. Вот. Мы все сюда собрались только для одной цели. Чтоб ты сыграл. Чтоб ты сыграл. Чё я тебе должен сказать? Скажи. Что? Накричать на тебя? Пожалуйста. Накричу. Сейчас буду тебя бить плетьми. Похвалить тебя. Я должен всё сделать, чтобы ты играл. У нас забывают иногда об этом. Потому что иногда ты просто... Ну, как бы профессионал такой должен исполнять. Да что-то он исполнит. Если он ещё, тем более, ну, как бы нервничает и так далее. Ну, то дай возможность. Дрова поднеси. Ты прям рассуждаешь, ну, с позиции актёра. Да не с позиции актёра. С любого человека. Господи. Ну, вот смотри. Вот приходит к вам интервью. Про что вы говорите всегда? Я расскажу вам, что они говорят до программы. Вы говорите. Это не... Как ты... Классные слова. Это не... Итоговая работа. Итоговая работа. Это очень важно. Это не итоговая работа. Люди же приходят к вам. Значит, надо не обосраться там и так далее. Как Кургант у Вани приходит? Реально. Так, сейчас надо что-то смешно сказать. Там что-то там как бы это... Знаешь, Данели снимал фильм, когда... Господи. Видишь, всё вылетело. Господи, как он называется? Осенний марафон, да? Осенний марафон. Осенний марафон? Я Данели не знаю. Ну, да-да-да. Его фильмографию... Осенний марафон. У кого-то Google же есть, да? Правильно. Но сейчас обосрёмся. Сейчас себе нет. Не... Этот... Андрей Устроил просто. Басилашвили. Басилашвили. Осенний. Сейчас, подожди. Господи. Мама дорогая. Какой позор. Да, почему позор. Но Басилашвили. Да-да, всё верно. Осенний марафон? Да-да-да. Осенний марафон. Вот. И... Ну, я не знаю, насколько это правда. Ну, то есть, грубо говоря, я слышал такую историю, что когда Басилашвили играл с Леоновым сцену и остановил съёмку у Данели, подозвался Басилашвили и сказал, ты что, хочешь переиграть Леонова? Ты что, а как ты... Ты думаешь, что можно смешнее, чем Леонов сыграть? Серьёзно? Ну, такой разговор был. Ну, как ты... Ну, ты понимаешь, он же видит, ну, грубо говоря, как артист, я понимаю. То есть, грубо говоря, перед тобой сидит, ну, там, гений Евстигнеев, Евгений Александрович, да, там, или там, Леонов, да, там. И ты такой понимаешь, что, ну, он... Ну, смешнее не может ничего быть. И ты такой над это подкидываешь. Он говорит, нет. Играй в своё. В своё. В своё. В своё, понимаешь? И, как бы, о чём я, почему я это начал вообще? Это очень хорошо. Нет, просто ты такой, типа, стал, типа, защищать актёров активно. Нет, что вы подкидывали на кастингах. Задача режиссёра — создать атмосферу. А я говорю, что, например, Стэнли Куприк, например, он же дико мучил своих актёров. Да я же вообще ничего не говорю. Это и есть атмосфера. Я же не говорю только о хорошей атмосфере. Да, я понимаю. Вдруг режиссёр понимает, понимает. Давай мы будем говорить очень важную вещь. Давай вот... Кто снял «Меланхолию»? Фон Трир. Фон Трир. У него же дома была, да? Смотри, смотри. Смотри. Очень важную вещь я тебе сейчас скажу. Допустим, ты понимаешь... Это очень важно. Ты понимаешь... Я-то говорю свои мысли сейчас, да? Да, конечно. Ты понимаешь, что ты работаешь с режиссёром, у которого тупо крутое вообще... Какой-то вот он... Ну, ты понимаешь, что он какой-то классный чувак вообще. Даже на простом уровне. Ты просто понимаешь это. И ты ему, важное слово, доверяешь. Угу. И ты такой... Пожалуйста. И он тебе начинает говорить. Всё, вы должны есть говно тут сейчас. И вы такие... Такие думаешь... Ну, давай будем есть говно тогда. Ну, окей. Ну, окей. Понимаешь, что как бы результат может быть прикольный. Я не призываю. Я не призываю есть говно. Да, я понял, понял, да. Я просто говорю. И ты понимаешь, что может быть прикольный результат, да? Там как бы есть очень такая известная история про Милоша Формана, который снимал замечательный фильм «Пролетает на нездом кукушки», который снял уже до хрена суперфильмов. И ему сказали, он очень хотел снять именно этот роман, но продюсеры ни один не верил, что это возможно. Ну, это невозможно. Он говорит, я сниму. Я сниму. И это будет круто. Он сказал, все говорили, ну, нет, нет, нет. И одни согласились и сказали, окей, окей, пролетая на нездом кукушки, супер. Но главную роль будет играть Джек Николсон. Он сказал, это невозможно. Это невозможно, Джек Николсон в моем фильме играть не будет никогда. Он говорит, это твое решение, либо Джек Николсон, либо никакой пролетая на нездом кукушки. Это известная история. Вот. И так и случилось. Так и случилось, что ему пришлось работать Джек Николсоном. Понимаешь, он не хотел. Он считал, что наигрывает, он все время кривляется. И так и было. Он передавал через своего ассистента, скажи этому кривляке, чтобы он попробовал сейчас не кривляться в кадре, а просто сказать эти слова. Просто нейтрально. Ты реально сейчас говоришь, что у них была такая атмосфера на площадке? Абсолютно. А Джек Николсон говорит, скажи этому резисчерушке, что у меня два Оскара, и я сейчас выйду сюда и буду делать так, как не надо. И вот этот, грубо говоря, их какая-то возможная вот эта, он чуть меньше, грубо говоря, там сыграл. Этот хотел меньше, этот чуть больше, чем надо. И вот это и получилось. Эта энергия привела к такому результату. Потому что, я вам скажу сейчас крамольную вещь, но никто, ни режиссер, ни продюсер, ни тем более артист, не понимает, как это получится. Ты можешь думать, ты можешь думать, что это потрясающе, тут играю вообще, бомба там, а это такое говно в конечном итоге. Или ты думаешь, господи, что мы делаем, это же невозможно просто, но это же просто это, а, это просто такая борода, вообще что это? Такой, раз, результат такой, ни хрена себе, а почему так получается? Никто ничего не знает, никто. И тебе, и вот продюсеры, которые тебе будут лечить, сейчас придут сюда к вам на подкаст и будут лечить. Мы все рассчитали, этого мы сделали, там это, это, это полная ерунда. Да, никто ничего не понимает, ты можешь создать такие, грубо говоря, для себя уменьшить риски, чуть-чуть уменьшить риски, грубо говоря, блин, ну, чтобы совсем там, грубо говоря, не потерять бабки там и так далее, это да, но вот, чтобы такой, ну, выскочил, выдающийся, это, ну, рассчитать невозможно, это может только рандомно получиться, реально. В общем, я просто вспомнил историю, как в «Крепком орешке один», вот, есть момент, когда героя Алана Рикмана роняют, он падает вниз, вот, падает, и это снимали, значит, ну, понятно, его уроняли, вот, и режиссеру, в общем, не нравилось, как Алана Рикман отыгрывает, и поэтому его просто в какой-то момент уронили, не предупредив, типа сказали, мы считаем до трех, раз-два и отпустили, и вот этот ужас в его глазах в фильме, это настоящий ужас. Ну, видишь, это бывает, я таких историй знаю, что миллион, знаю, как и там обманывали, там и так, и так, и сяк, это бывает постоянно, но, кстати, правда, даже просто, ты сказал про «Крепкого орешка», вот, даже Брюс Виллис, когда соглашался на криминальное чтиво, он так, как бы, это Домимур, про это там можно посмотреть, она интересна, когда она говорит, вот, мне позвонил такой интересный режиссер, он снял вот «Бешеные псы», это вот такой фильм, давай посмотрим, такой разговор. Это разговор, знаешь, Деми Мура и Брюса Уиллиса, грубо говоря, они такие посмотрели, ну, это, а представляешь, они снимали «Бешеные псы», то есть только Ванштейн, про которого сейчас только говорят плохо, он же реально поверил, поверил. «Мирамак Студио», «Мирамак Студио», по-моему, или «Нью Лайн Синий». Человека, который ничего не снимал, но просто очень много смотрел кино просто. А посмотрите, фильм очень интересно, называется «Однажды Тарантино», это документальный фильм, и там очень интересно рассказывается про то, что как вот эти все перипетии, когда Тарантино не снял первый фильм, который назывался «Настоящий роман», потому что, ну, как бы… «Настоящая любовь». Ну, да. Он, по-моему, написал сценарий «Настоящая любовь». Ну, не-не, «Роман», «Настоящий роман», по-моему, называется. А, да, роман, окей. Вот, типа… «Тру романс», наверное. Да-да-да. Переводится по-разному. Ну, наверное, наверное, наверное. Ну, ты прав, ты про этот фильм говоришь, где он сценарий написал, правильно? Да-да-да, про парочку, да? Да-да-да-да, и, значит, и он это очень хотел снимать, но понимал, что он не режиссер, он просто сценарист. Второй фильм, который он тоже не стал снимать как режиссер и тоже продал, это был фильм «Прирожденные убийцы». Вот, и третий фильм, когда он сказал, ну, блин, ну, я должен снимать, это был «Бешеные псы», и, то есть, и Харви Кейтл, который привели, и сказали, ну, и Харви Кейтл в него поверил, который… А Харви Кейтл разве не играл в «Настоящей любви»? Нет, нет-нет-нет-нет-нет. Сути нет. Там Уокин, Кристофер Уокин играл. А, Кристофер Уокин. Кристофер Уокин, да. После того, как, ну, все мы знаем этот фильм, да, «Криминальный чтиво», когда убили Траволту. Да. И в этот момент, он дочитал до этого момента, позвонил Тарантино и сказал, ты что, сошел с ума? У тебя главного героя убили в середине фильма, ты что, сошел с ума? Читай дальше. Но он же не мог представить, что можно… Да, но Траволта, кто главный герой «Криминального чтиво»? Никто не знает это. Кто главный герой? «Криминального чтиво». Когда давно я зависал на Паббл, на… Ну, ты же Сэмюл Джексон думаешь? Нет, Траволта. Траволта. Траволта и Сэмюл Джексон. Траволта Марселос Уоллос. Нет, смотри, смотрите, можно я расскажу. Типа, он во всех, он во всех главный герой, да? Нет, нет, можно я расскажу. Можно, когда-то давно, давно-давно, еще в 2000-х, когда появился интернет, я зависал на этих всяких фан-чатах. Как шидо было там? Форумы. Форумы, форумы, да, «Криминального чтиво». Где было несколько фанатских теорий, они уже известны и так далее. Это первое. Что в чемоданчике? Что в чемоданчике, за которым они поехали? Винсент Вега. Я слышал несколько версий. Да, что там Оскар. Оскар, да. Самая такая распространенная фанатская теория была, что это душа Марселоса Уоллоса. Слышал, да. Потому что первое, когда в кадре появляется Марселоса Уоллоса, мы видим его затылок, который заклеен пластырем. Типа, якобы, тогда Тарантино изучал тибетские какие-то учения. Типа, высосили душу? Типа, из тибетских учений душа вылетает, ну, вот отсюда. И, типа, в этом чемоданчике душа. И его еще трахнули. Если ты помнишь. Поэтому считается, считается по одной из теорий, что главный герой фильма «Криминальное чтиво» Марселос Уоллос. Для меня вообще самая запоминающаяся фраза из «Криминального чтиво» для тебя какая? А для тебя? Фраза? Да. Для меня фраза «И ты поймешь, что Марселос Уоллос был прав». Ну, нифига ты там так... Да, ты че? О-о-о-о, вы что-то так присели. Не, не, ну, интересно. Я такой думаю, блядь, опять я что-то несу, какую-то чушь, которая никому не интересна. Я оттуда помню. А мы что-то интересное рассказываем? Хотя бы маякните. Я, типа, для меня просто... Мы представь себе, так называется альбом, и ты поймешь, что Марселос Уоллос был прав. Эта песня хит. Я тебе говорю. Я просто тебе говорю, что это золотой граммофон уже был. И ты поймешь, что Марселос Уоллос был прав. Это... Агутин? Нет, это какой-нибудь должен быть колено. Ты пойму. О-о-о-о. Умеешь, молю. Я просто про историю, когда типа непонятно, что получится. Я, конечно, очень люблю историю этого. Крепкого Орешка, что они там... Что один спас небоскреб, вот этот. Нет, что на самом деле там было две книги. Вот. И в первой книге, в экранизации первой книги играл Фрэнк Синатра, на минуточку. Вот. Про этого же чувака, про Маклейна. Фрэнк Синатра – это из крысиной стаи. Из «За Синатра», знаешь, сериал такой. В смысле, он прям играл... Да, да. И там было продолжение этой книги, которая была очень мрачная, где у главного героя гибнет девушка. И они вынуждены были сначала Синатра предложить роль, но тут уже был старый, он отказался. И там проекту сразу стало понятно, что проекту, ну, пизда. Потому что, во-первых, в качестве главного героя, а тогда там просто мужики были какие, ну, у тебя есть Шварценеггер, у тебя вышла Кобра. И тут они, значит, в качестве главного героя, который будет всех побеждать, берут мужика, который до этого снялся в детективном агентстве «Лунный свет». То есть такой типа... Мне так нравится это название. Да. Мне так нравится этот сериал «Детективное агентство. Лунный свет». Это вот как раз тот случай, когда в телеке чувак украл роль второго плана, оказалось важнее. Это раз. Они писали сценарий на ходу. Когда они сняли фильм, стали его смотреть, сразу нашли кучу ошибок. Там есть мало того, что иногда видно его носки, потому что он же там должен босиком ползать, но он ползал на самом деле в носках. Там есть офигенный косяк. Там какой? Они приезжают на машине, машина открывается, они оттуда выбегают. Там через несколько кадров машина открывается, и оттуда выезжает эта скорая из одного и того же грузовика, который припаркован на парковке здания. Они не могли сидеть в скорой. Чувак, там так еще снято, что открывается, и они вот здесь сидят, встают и выходят. А потом там... Слушай, ну ты видишь, настолько хороший фильм, что мы это не обращаем. Режиссер сказал, блядь, если они будут следить за этой, мы плохо сделали свою работу. Послушай, я всегда так говорю, я всегда, вот я клянусь тебе, я так говорю. Если я захожу там, ну допустим, знаешь, вот в квартиру заходишь, в кино, дверь открываешь, и заходишь, и за тобой заходит камера. И кто-то вот иногда из таких актеров, правдорубов, там говорит, ну дверь-то надо закрыть. Я говорю, если кто-то в этот момент подумает о том, что почему ты не закрыл дверь, значит ты просто конченый. Но, 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 внимание к деталям, мне очень, вот смотри. Конечно, но это не та деталь. Я обожжу, не та деталь. Ну конечно, ты же понимаешь, камеры-то должны зайти, камеры должны зайти, я же кто-то снимает, тебе же кто-то снимает, ну как бы, ты же понимаешь, что с тобой камера. Мы видим часть твоей жизни сейчас, мы не должны... Ну как камера не может зайти, если ты дверь закроешь? Ну то есть ты зашел, за тобой идет камера, то есть если ты закроешь, камера в дверь упрется. Ну, то есть, вот. А она должна с тобой зайти, типа с тобой, понимаешь? И ты идешь. Но знаешь, вот есть кадр. Вот, например, большой кадр. Ты идешь, красивый. К примеру, сейчас просто фантазируем. Ты идешь по подъезду. Огромный подъезд Сталинки. Сталинки, сзади такой, представь. План такой красивый. Ты идешь, там какая-то музыка, там туда-сюда. Сейчас расскажу. Смышный анекдот. Поднимаешь, открываешь дверь, ты входишь, и там, допустим, что-то там, я не знаю, там жена с любовником, и сразу пошла история, какая-то однокадровая ситуация. И ты входишь в квартиру, ты не можешь закрыть дверь, потому что вся атмосфера пропадет. Ну, вот я тебе про это говорю. Анекдот такой, знаешь, этот фон-три, про который мы говорили, там, знаешь, такой, там говорит оператору. Хочу сделать вот просто максимально естественно. В лесу, значит, какой-то такой вот, какие-то люди идут, и у них фонарики. Они светят, они светят, значит, идут, ищут кого-то. И такая играет музыка. Там какая-то вот, знаешь, нагнетающая, и они ищут, знаешь, да, это? Ищут, ищут, ищут. Оператор говорит, все, понял, сделаем, сейчас мне два прибора нужно поставить, чтобы лес чуть-чуть освещался. Он говорит, нет, ты не понял, максимально естественно, чтобы это... Оператор такой, понял, да, сейчас тогда один прибор сделаем здесь. Он говорит, нет, да какой прибор? Я тебе говорю, что только, только вот этими фонариками. Он говорит, ну, мне нужно, чтобы видно было. Он говорит, ну, скажи мне, ну, откуда в лесу приборы? На что оператор отвечает? А откуда в лесу тревожная музыка? Да, да, конечно. Понимаешь, кино, это кино. Ларс фон Трию. Да, понятно. Нет, ну, в идеале это выглядит тогда так. Ты заходишь, подожди, закрываешь дверь, и дальше вот натурально все действие происходит за дверью. То есть ты смотришь 10 минут на дверь, там... Это вход. Вы не допускаете зрения у двери. Как? Зрение у двери. Зрение у двери. Нет, внимание деталям, смотрите. Внимание деталям обязательно. Конечно. Алексей Герман старший. Проверка на дорогах. Да. Вы знаете, этот фильм, по-моему, показывали где-то там на каком-то фестивале крупном, и всех удивил один момент в этом фильме. Это когда на снег бросается пулемет. Это в 80-х, да? Вы помните, этот фильм вышел в 80-х. Когда на снег бросается пулемет, он начинает шипеть, потому что во время стрельбы любое оружие нагревается. И он начинает шипеть, и это так сильно удивило всех, кто занимается кино на Западе, что до этого момента такого не было. Нет. Такой вот естественной фишки. Ты знаешь, у Германа есть такая, я не помню, в каком-то фильме, это тоже реальная история, когда там один из героев должен был, простите за слово, выблевать. Его стошнило, грубо говоря, и он, как ты говоришь, он все делал по правде. То есть дайте актеру воды с солью, и чтоб он принял, и его вырвало. Там типа такого, там они все подготовили. И артист, очень большой, хороший артист, он подошел потихонечку к реквизитору и сказал, сделайте мне типа борча, помешайте. Засунул себе все это в рот. Вот. И камера-мотор, и он это все сыграл. Все это сыграл. Вот. И прошло время, значит, какой-то там уже час, там или нет, и он во время обеда подошел и сказал Герману, ну вот, что-то вы не можете сыграть, что все должно быть по правду. Я только что сделал и обманул вас. И вы это сняли. И сказали, окей, это супер. И он заставил переснимать его. Ну, конечно. Он заставил это переснимать. Если он наебал человека, то не надо к нему подходить. И типа это, это же нормально. Вынесем из этого вот что-то задать. Чеславие. Его подвело Чеславие. Понимаешь, он обманул. Мой следующий вопрос, который тоже... Но к деталям я тебе, правда, хочу сказать, что ты очень прав, потому что если ты изучишь тему, и вообще героя, и вот эти детали, они могут стать очень важными. Знаешь, чего я часто не наблюдаю в российском кино? Хорошего, хорошего, действительно, бытового саундтрека. Вот бытовой саундтрек, я не знаю. Вот очень хороший он у фильмов «Братьев Коинов». Я не знаю. Вот это сейчас просто... Нет, нет, нет. Бытовой саундтрек, чтобы мы хорошо слышали звуки. Как? Давайте недалеко не ходить. Вот мне очень нравится сцена из «Однажды в Голливуде», когда Брэд Питт кормит собаку. Вот вы помните эту сцену? Да, конечно. Ты слышал какие-то там звуки? Просто... Когда он падает, помнишь? Вот я вот про это говорю. Но вопрос не в этом. Я понимаю, вот в ходе нашей беседы все, что ты очень сильно увлечен театром. Моментами даже, по-моему, больше, чем кино. Но все равно. Мы с Андреем говорили, он хотел тебе задать такой вопрос. Как ты видишь вообще актера в 2020-м? То есть он мне говорил, что должно быть своевременно. Какая роль актера в 2020-м? Имеется в виду статус. Какой статус, да. Ну, типа, все было в советское время понятно. Хороший актер – это член элиты. Вот у тебя есть элита, она состоит из всех людей. То есть, условно, профессура, актеры. Вот как бы такая, как сказать, научная и творческая элита. Вот такое единое понятие было. А сейчас как? Потому что это же вот, ну, это сильно бросается в глаза, что к актерам часто обращаются, к ним апеллируют, как, например, к авторитетам. Да, это стандартная такая практика. Вот вообще в 2020-м году какая вот роль актера? Плохо просто вычитывается. Не-не-не, хорошо. Я просто, знаешь, я же, как говорит один режиссер, я же никогда не готовлюсь к репетиции. Я никогда не готовлюсь, ну, как бы к каким-то вопросам, ответам. Я просто, знаешь, мы очень часто отвечаем на какие-то вопросы так, как мы думаем, знаешь, в последнее время. Я тебе немножко направлю прицел. Смотри, что я имею в виду. Я не люблю говорящих голов. Вот если мы говорим о творчестве. Я не люблю людей, которые ждут сценарий. Для меня, опять-таки, это, ну, понятно, там, сильная индустрия. Для меня хороший образец актера – это Джеймс Франко, который и актер, и продюсер, и режиссер. Актер, то есть он создатель полного цикла, то есть он может сыграть крутую роль. Согласен. Да, у тебя есть в планах стать режиссером, сценаристом, шоуранером? Ну, ты знаешь, нет, конечно… Просто я знаю актеров, которые в планах такого нет. Нет, ну, конечно, есть. Есть, да. И я это активно как бы делаю. И ты пойми, я даже существую в рамках артиста, и некоторых это раздражает очень. Вот, ну, я, то есть, я не могу существовать, я это сразу говорю, особенно в театре, потому что долгая дистанция все время с одним человеком. Вот, я всегда это говорю. Я не могу существовать в рамках только типа, ты мне сказал, я это сделал. Нет, мы должны быть, как бы, у нас должно быть сотворчество. Я должен также принимать, грубо говоря, участие в создании этого продукта, потому что для меня это важно. Вот, то есть, я не могу просто такой… Да мне пофиг, что сыграть? Вот это понял-то. Это для меня, ну, неинтересно. То есть, конечно, я даже на таком уровне, на актерском, все равно делаю, как бы пытаюсь делать больше, чем просто, как бы, исполнять по очереди текст говорить, да? Вот. Ну, конечно, есть. Конечно, роль артиста в 2020 году. Во-первых, все изменилось. Я говорю, что… Я, как человек, говорю, что ничего не изменилось. Я, как бы, главный сторонник вот этого, что ничего не изменилось. Ну, на самом деле, изменилось, конечно. Но, слушай, столько всего произошло в этом году, на самом деле. И даже уже, знаешь, не знаешь, что, как бы… Ну, начнем потихонечку отвечать на этот вопрос. Конечно, это же такой вопрос. По поводу, значит, элиты, не элиты. Ну, просто не скромно это говорить, как бы. Ну, наверное, элита. Знаешь, что мне не нравится? Я тебе сейчас говорю просто, о чем я думаю. Мне не нравится, что… Ну, так есть. Ты понимаешь… Ну, я такую сейчас, может быть, не очень хорошую тему затрону. Вот как же это такое правильное слово-то назвать? Такое, как бы, социальное… Ну, плохо социальное неравенство, да, сказать? Ну, даже не так. Социальный комфорт. Социальная злость. Вот, как бы я сказал, знаешь, что вот ты такой артист. Тебя все такие любят, знаешь? А ты такой, как бы, в кино снимаешься там. Это типа такой… Любимые проекты с тобой идут. Ты приходишь к нему в театр. И ты через секунду, через секунду… Даже я не говорю про такие большие тяжелые случаи, когда люди просто подставились, их просто уничтожили. Не в этом дело. А просто там про вот такие вещи… Вот у меня был случай. Хочешь, я тебе расскажу? Вот, блин, меня убьют, наверное, сейчас. Вот был случай. Новый год. Новый год. Я еду в театр. Вот я еду в театр. У нас проезд в театр через Камергерский переулок. Вот я на работу еду. Значит, смотри. Вот я заезжаю 2 января. Значит, другого проезда нет. То есть он просто… Это единственный официальный проезд в театре. Значит, вот по Камергерскому переулку ты въезжаешь, я открываю шлагбаум, центр, я включаю стоп-сигналы, еду на работу 2-го числа. Люди вокруг не работают. Ла-ла-ла-ла-ла, там идет папа-рам-пам. И я вижу, что меня снимает человек. Я понимаю, что он меня снимает. Что я еду, давлю людей. Ну, это уже много фраз. Я останавливаюсь, открываю окно и говорю, мой родной, ну, что ты снимаешь? Ну, что ты? Я еду на работу. По-хорошему ему все объясняю. Ты пойми. Вот смотри, ты отдыхаешь. Я сейчас работаю. Вдруг ты тоже в театр. Хочу я тебя в театр. Давай, пойдем, стой. Не надо снимать. Видишь, у меня работа здесь. Он такой, да-да. Все, убрал. А следом за мной едет Игорян Верник. Мой друг. И абсолютно все та же ситуация. Только он как бы мимо проехал. Он его не увидел и так далее. И потом, вот это видео, Верник едет по Камергерскому, давит людей. И сволочи, сволочи артисты, твари задолбали там и так далее. И просто всех собак... Я, кстати, в эту новость поверил тогда. Всех собак спустили. Но это смешно. Верник слишком много улыбается. В стиле Верника. Это тоже обвинение. Он слишком много улыбается. Это в стиле Верника. Но это же так же нельзя. Ну как? Ну так нельзя. Ты знаешь, это работает на всех. Но мы находимся в беспрецедентных социальных взаимоотношениях. И поэтому... Я это запомнил, да? Сейчас телефон с собой нет. Я запишу. Нет, ну поэтому точно любой человек, который что-то пишет, у него точно есть оправдание на это. Нет, просто более того. На самом деле, эта же история применима ко всем. Братан, то, что он устраивает в своем Твиттере, я думаю, ну, бля, это мало кто вывезет вообще. Ты есть в Твиттере? Нет. Это надо признать точно. У меня, давай я признаю, не хватило яиц быть в Твиттере. Это крайне токсичная среда. Я подумал, а зачем мне это все, этот негатив? Он, он словно камикадзе Твиттера. Он устраивает такое там с либеральными оттенками. Иногда с разными. То есть ты реально говоришь, что там просто жесть? Ну, я утрирую, но это самое, если сказать... Самая опасная социальная сеть. Все уголовные дела были за Твиты, не за посты в ВК. Где все выкладывает Трамп? Я просто, знаешь, где все выкладывает Трамп? Так вот. Ты знаешь, что мы недавно говорили, Коргин, он уже забыл, но он еще же, он же стендап-комик, ты знал? Он просто уже слушал. Он давно не встал. Почему мы забыли? Я давно, я выступаю каждую неделю. Ну, просто есть такие, я иногда смотрю, я смотрю стендап, серьезно, и он, он один, вот один раз я попал к нему на стендап, в смысле не вживую, а смотрел. Я так ржал, я тебе просто не говорил, я просто ржал, когда он, ты рассказывал, знаешь, про этих, господи, которые как кальяны делают. Просто, понимаешь, ты сейчас так это объяснял про Твиттер. Я вот думаю, вот как же они так подмечают, вот, ну, это же реально смешно, понимаешь? Простите, я просто хорошие слова тебе решил сказать. Спасибо, 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 спасибо. Я тебе хотел сказать, это же всем достается, не только актерам. Например, было же много историй, когда там, например, какая-нибудь учительница выложила фотографию к себе в Инстаграм, в купальнике буквально, а ею начинают, как же так, эта женщина, что за аморальщина учит наших детей, как такое вообще допустимо носить купальники и фотографироваться. Это же история про то, что очень легко осуждать, осуждать с моральной точки зрения. И поэтому я всегда говорю, что лучше реагировать, знаешь, просто с юмором. Я-то просто, конечно, просто это о том, что, как бы, ну, мы живем в эпоху глобальной деревни, грубо говоря. Все кругом, ну, так и есть. Каждый человек находится от другого человека на очень близком расстоянии. Раньше мне, чтобы написать человеку в Новосибирске гадость, ну, нужно было туда по-хорошему съездить. А сейчас я могу это очень быстро сделать. Это касается всего. То есть это такая история, которая изменила мир. Ну, я понял, да. Ну, на самом деле, что вот, знаешь, я там про спектакли, про некоторые говорю, про фильмы. Знаешь, вот сейчас, немножко реклама пошла, да. Сейчас вышел фильм, знаешь, от «Доктора Лизы», да. Я реально говорю, вот, просто я посмотрел, ну, ты же не понимаешь, как получится. Я посмотрел и такой, опа, этот фильм реально может изменить какого-то человека. Ну, то есть, я имею в виду с точки зрения, про что мы сейчас говорим, с точки зрения, просто ты можешь выйти из фильма такой думать, блин, я что-то не так делаю. Знаешь, там, типа, надо подобрее быть вообще к себе хотя бы. Ну, то есть, или к людям просто. Вот хотелось бы, я к чему тебе говорю, хотелось бы, чтобы, ну, может быть, вот сейчас нас послушают, может быть, не напишут какой-то пост кому-нибудь. Ну, кто-нибудь напишет. Подобрее надо быть, знаешь, просто подобрее, нет? Подобрее, да, твой любимый пирожок. Пирожок? Да, пирожок, давай, давай. С капустой? Капуста. Сука. Почему? Капуста самовыскусная. Нет? С яйцом ты любишь? Он с мясом любит. А ему говорят, пирожок с мясом – это беляш. Нет. Или чебурек. Нет, нет, ну, с мясом – это нет. Нет, я зашел на какую-то другую тему, на какую-то… Там у нас был разговор. Ты разочаровал. У нас был, да, я, во-первых, разочаровал. Почему? Да потому что у меня есть гипотеза, что люди просто травмированы пирожками с мясом, они никогда нормальный, с нормальным мясом не ели пирожок. Не-не, я ел. Субтитры сделал DimaTorzok